На прошлой неделе состоялся четырехчасовой разговор Александра Лукашенко с представителями медиа-сообщества. Президент дал поручение лучшие региональные проекты выводить в эфир республиканский. Звучали и конкретные поручения в адрес редакции. Президент подтвердил, что государство и дальше поддержит создание своего собственного национального контента. Еще одно заявление от главы государства – не замалчивать проблемы. Это не только часть нашей журналистской работы, это еще и часть нашей прямой коммуникации с нашим учредителем. Много развлекательного контента есть и другой – экскурсии на открытую могилу в урочище в ручье. Я считаю, что как можно больше минчан, и не только минчан, и гостей из столицы, и иностранной делегации, мне кажется, нужно водить и показывать. Это такая прививка от нацизма во всех его проявлениях, в том числе современного неонацизма. Не будьте ведомой послушной аудитории, будьте умной аудиторией, потому что время выбрало нас. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И сегодня наш гость – генеральный директор агентства «Минск новости», а также председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Добрый день, Андрей Кривошеев. Добрый день. На прошлой неделе состоялся четырехчасовой разговор Александра Лукашенко с представителями медиа-сообщества. С кем, как не с председателем союза журналистов, обсудить это событие? Интересно, что вы в профессии уже более 20 лет, и поэтому наверняка помните все встречи последних вот этих десятилетий с журналистов, с президентом. Почему эту называют такой важной, масштабной? Ну, потому что впервые все наше медиа-сообщество во всем его разнообразии, не только журналисты, но и работники пресс-служб. То есть наши визави, с которыми у нас, как у журналистов, больше всего возникает проблем, недоговоренностей, сложностей в работе. Это, безусловно, идеологи, это, безусловно, государственный аппарат, это блогеры, это журналисты, которые претендуют на авторскую позицию. То есть они выделяют себя из редакции. Это индивидуальные производители контента, как говорят наши коллеги-китайцы. Поэтому такая широкая встреча на моей памяти действительно первая и знаковая. И по составу, и, безусловно, по тем темам, которые и президент задавал, и журналисты. Ведь президент еще и остался послушать доклады, которые звучали вот на этой пленарной части, чтобы знать, чем живет сейчас и крупная республиканская журналистика, и небольшая региональная, какие трансформации претерпевают наши региональные медиахолдинги. И какие проблемы мы ставим и друг перед другом, и решаем с такой взаимовыручкой. Но и перед государством. Ведь там звучали и проблемные вопросы поддержки стороны государства, нашего большого медиасообщества. Ну и проблема взаимоотношений, опять же, касается пресс-служб и чиновников. Проблема со взаимодействием с чиновниками среднего уровня. Мы ведь там это совсем откровенно обсуждали. Президент дал конкретные поручения, за что ему огромное спасибо. Хотя действует ведь указ президента 97-го, если мне память не изменяет года, когда чиновники обязаны реагировать в очень короткие сжатые сроки на критические и проблемные материалы государственной прессы. Ну вот этот медиафорум эксперты называют историческим. Вы вот подтвердили это. Почему выступление президента называют программным? Ну потому что вот так программно, последовательно, то есть системно, президент со своей точки зрения взглянул на развитие белорусской журналистики. Во-первых, это безусловно высокая оценка нашей с вами важности и нашей профессии, поскольку она очень часто, как сформулировал этот президент, к сожалению, информационная война часто предвосхищает или предшествует, чего не хотелось бы, честно говоря, войны горячие. Так было в Украине, так было в Югославии, когда сербский народ просто демонизировали, власть в Югославии демонизировали, сделали из них вот таких карикатурных бесов, чтобы потом развязать агрессию блока НАТО против Югославии и уничтожить великолепную страну. То же самое было против Советского Союза, компания велась, и сейчас ведется там против десятков государств планеты и отдельных регионов. Поэтому это вот та ситуация, на которую президент может посмотреть с высоты своего, безусловно, политического и управленческого опыта и нам подсказать, как нам действовать. С другой стороны, это те системные вопросы, которые наша отрасль, если можно так сказать, хотя я все-таки предпочитаю говорить творческое сообщество, чем отрасль, все-таки, ну, какие мы ремесленники, хотя цеховая культура у нас присутствует, мы переживаем. Это и модернизация, такая цифровизация всех холдингов, всех уровней, от крупных республиканских до небольших районного уровня, когда мы обязаны присутствовать во всех информационных средах, где есть наша аудитория. Это, безусловно, агрессия против нас на крупных цифровых платформах, о чем тоже говорил президент, и это звучало в докладах, когда любой аккаунт, сколько бы там подписчиков ни было, миллион там, 300 тысяч, его могут просто одним кликом анонимные цифровые цензоры снести, заблокировать. Были даже случаи, когда сносили каналы с нулем подписчиков, только свежесозданный, его сразу же... Ну, вот Иван Михайлович тоже приводил этот пример, когда даже если не сносят канал «Миллионник», как у агентства теленовостей, то его просто в наглую пессимизируют. И то же выступление президента, которое на официальном аккаунте, который пессимизируется, набирает там полтора-два миллиона просмотров, а на таком же, но менее известном, а значит, против которого не включена вся эта тоталитарная система пессимизации, там 20 миллионов. Ну, не бывает такого. Это значит, что вот эти анонимные цензоры, живущие в цифровой среде, но на самом деле исполняющие реальный политический заказ против Беларуси, включают эту машину пессимизации, блокировок, астракизма, маркировки недружественной, когда там маркируют, финансируются государством, ай-яй-яй. Все должны испугаться и убежать с этого аккаунта. Ну, как видим, этого не происходит. Ну, а с одной стороны, это, конечно, вызов, это проблема, которую нужно решать, на мой взгляд, совместно и с нашими, с российскими, и с казахстанскими, и с китайскими друзьями, выстраивая свои цифровые платформы. Но, с другой стороны, для нас это и возможности. Президент не зря приводил в пример свой диалог с кубинским лидером, когда действительно вот эта интернет-эра, тогда только зарождавшаяся, была и возможностью пробить информационный кокон обществ, которые вот на Западе живут, в этой ванне, которую для них специально создали, в этом цифровом концлагере, и достучаться до них, сказать им о том, что это ваши режимы, ваше правительство, ваши политики разжигают войну и приближают нас просто вот к ядерной катастрофе, которую мы с вами не переживем. В Европе тем более, которая так густонаселена, и она не находится за океаном, как американцы, которые разжигают все эти конфликты на нашем общем континенте. Звучали и конкретные поручения в адрес редакции. Президент подтвердил, что государство и дальше поддержит создание своего собственного национального контента. А это значит, будут поддержаны и, опять же, региональные редакции. Выставка великолепная, вот президент ее посмотрел. Тех проектов, которые были созданы с поддержкой государства. И президента в первую очередь по 131 указу главы государства. Ведь посмотрите, там у нас уже практически в каждой области есть свой региональный дискуссионный формат. Свой клуб редакторов. Да, клуб редакторов получил, значит, Иван Михайлович получил свою первую персональную телевершину, как ведущий клуба редакторов. А сейчас такие клубы редакторов есть практически на каждом областном ТРК. И уже создаются дискуссионные форматы. Я просто входил в жюри телевершины и как член жюри отсматривал. Десятки, сотни проектов таких в регионах, чтобы выбрать лучший региональный такой дискуссионный проект телевизионный, могу сказать, что это же не просто вот создали мы контент и создали, запустили его на своих региональных медиахолдингах, либо, как президент дал поручение, лучшие региональные проекты выводить в эфир республиканских, чтобы поднимать их авторитет, поднимать их цитируемость, узнаваемость, добавлять им веса и авторитета. Но нет, ведь создание таких дискуссионных клубов, в которых участвуют и журналисты, и местные аналитики, лидеры мнений, эксперты. Это ведь, ну скажу грубое слово, но инкубатор. То есть это творческая среда, в которой рождаются и новые звезды республиканской и международной журналистики, и новые эксперты, которые могут свободно говорить на самые сложные темы, там, войны мира, экономики, там, микроэкономики на уровне предприятий, там, ценообразование, социальные повестки, культуры, истории. Ведь у нас, ну так вот, если честно взять откровенно, да, топ республиканских экспертов – это ведь совсем небольшой пул людей. Он в каждой стране небольшой, хочу сказать, в любой, независимо от масштабов. Но президент поставил задачу расширять пул таких экспертов. А значит, создавая национальный контент в регионах при поддержке государством, мы расширяем, обогащаем и пул экспертов, и пул журналистов, мастеров авторской журналистики. Ну и мы поддерживаем еще и, ну такое, если хотите, интеллектуальную национальную школу журналистики. Потому что это в нашей традиции не криком, не обливаниями водой, там, в рамках ток-шоу, да, или не с режиссированными какими-то драками, постановками, а именно интеллектуальной глубокой беседой привлекать людей. И как бы мы не воспитываем свою аудиторию, мы ее действительно интеллектуально обогащаем и стимулируем к развитию. Просвещаем. Да, просвещаем. Вот хорошее слово просвещаем. Пока вы говорили, я подумала, что вот эта блокировка и давление на нашу инфраструктуру, медиа ведь создает прецедент любопытный. Мы запретным плодом стали, который сладок для разных стран. Потому что Иван Михайлович... А вы не поверите, это, да, это десятки стран, которые к нам обращаются. Ну вот буквально недавно закончился великолепный визит главы государства в Монголию. А ведь монгольские журналисты еще там за полгода начали обращаться в своих журналистов. А дайте нам свежие фильмы про Беларусь, свежие специальные репортажи. А помогите нам с новостной повесткой, фото, видеоматериалами, чем живет сейчас Беларусь. И чем мы можем быть интересны для Беларуси. А мы вам готовы такое же про Монголию, значит, рассказать, показать и переслать. То же самое Вьетнам, то же самое Объединенные Арабские Эмираты и шире весь этот регион. Африканские страны обращаются. Но, ну, я уж не беру наших традиционных партнеров, там, Россия, Китай, с которыми у нас выстроены, просто великолепные отношения, пакистанские коллеги-журналисты обращаются. Но обращаются и ответственные журналисты, члены медиасообщества, самых недружественных к нам государств. Но, подчеркну, государства недружественные, а вот общественное мнение, и особенно элита журналистская, политологическая, экспертная, она действительно имеет к нам повышенный интерес как к запретному плоду. Нам запрещают, ну, вот как сейчас это безумное решение литовских властей, запретили уже там макароны с солью белорусские ввозить. Ну, понимаете, это ведь... Вот для того, что у людей бутерброды на границе. Да, отбирают с собойки на границе. Это ведь не против Беларуси. Это унижение своих граждан, потому что они считают, что таким образом, литовский этот режим считает, сможет отвадить литовских граждан по безвизу ездить в Беларусь. Если их... Сначала они пытались их запугать. Белорусское КГБ вас всех завербует. Потом они пытались сказать, что если вы посещаете белорусские санатории, там, профилактории, лечите зубы у наших белорусских медиков, значит, вашему здоровью грозит ужас и безобразие. И мы вас потом не спасем, да. Потом они закрыли, значит, погранпереходы, чтобы максимально усложнить, чтобы люди там в пробках стояли, часовых или дневных, чтобы не ездили. Теперь они уже до собоек добрались. Забрать последний бутерброд, запретить ввести белорусских макарон, белорусского мяса замечательного, сыров, масла. Ну, это же дичь при этом. И мы видим это, сколько там, уже, по-моему, под миллион по безвизу к нам приехало. И это, в первую очередь, граждане стран Балтии и Польши. А это значит, вот все эти люди, это в том числе наша аудитория и проводники нашей информационной политики и повестки. Тем более, как сказал президент, нам здесь и фальсифицировать ничего не надо. Как делают это пропагандисты и медиаподобные структуры с той стороны. Нам не надо ничего преувеличивать, приукрашивать. Вот, мы можем показывать. Хотите? Вот мы расскажем про миграционный кризис. А что поляки сейчас снова закрывают границу, вводят эту зону отчуждения, где будут снова своих правозащитников и журналистов избивать, как это было, чтобы они, не дай бог, не сняли правду про пытки, насилие и убийство. Президент же об этом сказал. Давайте вместе, я предлагаю, в прямом эфире призываю, давайте вместе, польские коллеги, поработаем, еще раз активизируем эту тему для польского общества, как мы поработали с вами год назад плодотворно, и вы брали наши материалы негласно. Мы сотрудничали с вами для того, чтобы показать несчастные, обезображенные, избитые, к сожалению, трупы людей, живых. Показать это варварство, показать эти карательные операции, которые проводятся на границе с польской стороны, вашими карателями. Показать абсурдность вывода спецподразделений оперативного реагирования и тяжелой техники военной против безоружных людей, ну максимум с камнями и палками. Ну кого вы хотите, польский режим, польские власти? Там Дуды Моровецкого, сейчас Тузка Дуды. Кого вы хотите обмануть? Своё польское общество? Нет, в Польше есть действительно достойные журналисты, которые не разменивают свою профессию на деньги от всяких НКОшек, которые действительно являются журналистами по призванию, которые готовы рассказывать даже неудобную, неприятную польским патриотам правду о том, что происходит на границе. То же самое обращаюсь и к нашим литовским, латвийским, да даже эстонским коллегам. Ну давайте, у нас есть инструменты взаимодействия. Мы с вами работали раньше очень плотно, сейчас гораздо меньше с отдельными блогерами и честными журналистами и экспертами. Литвы, правда, их потом в той же Литве и Латвии преследуют, как агентов Белоруссии, чуть ли не завербованных. И даже детей преследуют. Вы же помните эту историю с детским телевидением, когда на Славянском базаре взяли интервью президента. Даже детей начали преследовать. А как детей не пускали, которые выступили, на границе издевались. Держали на границе издевались. Это же... Но, понимаете, люди... В чем здесь президент, он так акцентировал вот эту вещь, как перехлест авторской журналистики. Может быть, спросите еще об этом, поговорим подробно. У нас есть цитата, Андрей Евгеньевич. Давайте послушаем и обсудим. Давайте. Некоторые наши журналисты, не обижайтесь, звезду поймали. И давай, как это у вас называется, авторская передача? Я тут сделаю я. Я за. Я не против авторского телевидения. Но стать автором какой-то передачи... Надо понимать, что это колоссальный труд. В одиночку такую передачу не сделаешь. И мы очень много, очень много опускаемся ниже планки, когда подготавливаем эти передачи. Поэтому будьте очень аккуратны, продумывайте все. Выйти на экран и лепить там все под рад, извините меня за это слово, понося все и вся вокруг, считая, что ты уже во всем разобрался. Опасная тенденция. Ну, во-первых, как шутят журналисты, между собой каждый подумает, я подумал, что это про соседа, не про меня, возможно. Не знаю, каждый честный белорусский журналист подумал и про себя в том числе. А что я такого сморозил в эфире авторского проекта и программы? Потому что действительно, ну, авторская журналистика, авторская позиция, публицистика – это, ну, вершина журналистского мастерства. Это значит, журналист вырос, здесь президент абсолютно прав. Так было всегда, понимаете, и в советской журналистике, и в западной журналистике. Ну, возьмите Такера Карлоса. Но это ты должен вырасти и состояться, как журналист и лидер мнений настолько, что твоя аудитория будет слушать тебя за твой анализ, за твою гражданскую политическую позицию. Но в чем здесь проблема? Очень часто наши коллеги, которые как раз работают в этом жанре авторской журналистики, перегибают палку, ввязываются, ну, вот ту же самую информационно-психологическую войну и, ну, например, возлагают ответственность на целые народы, преувеличивая, вводя коллективную ответственность. А это очень тонкая грань. Понимаете, с этого начинается, к сожалению, нацизм с коллективной ответственности. Там все евреи виноваты, все цыганы виноваты. А у нас все поляки виноваты, все украинцы виноваты. Но здесь президент об этом не сказал, но я так его услышал. Может быть, это моя позиция, как я его услышал. И что я еще здесь услышал? Ведь здесь еще работает магия белорусской журналистской школы и отношение белорусского общества к белорусским журналистам. Смотрите, как это происходит в западных странах. Допустим, цифровая площадка, какая-то платформа, телеканал, либо группа блогеров, либо какое-то там кабельное телевидение, вот как тот же самый Такер Карлсон поднимался, да? Они пишут, мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Мы предоставляем площадку. И американский зритель на это реагирует нормально. Да, они вот площадка, там вот есть один консерватор, один ультралиберал, один либертарианец еще. Вот они все представляют свою позицию. Я посмотрю, может быть, из каждого по чуть-чуть, выберу, что мне ближе. У нас так это не работает. У нас в Белтии радиокомпании может 10 раз со всех платформ заявить, что мнение конкретного автора в рамках авторской передачи, ну, допустим, понятная политика, Ксюши Лебедевой – это другое, или любой другой, может 10 раз сказать белорусам, что мнение Белтии радиокомпании может не совпадать с позицией конкретного автора. И белорусы пропустят это мимо ушей. Для них все равно человек, который с экрана телевизора под значком и логотипом Белтии радиокомпании что-то говорит, это значит, что, а, он говорит от имени Белтии радиокомпании всего коллектива, если Белтии радиокомпания дала ему такую возможность, возможно, даже от имени самого Эйсмонта Ивана Михайловича, страшно сказать. А, б, это во многом и государственная политика. То есть нас, как государственных вещателей, мнение авторов считывают еще и как часть государственной политики. Ага, значит, часть белорусской политической системы, как минимум, там, депутатского корпуса, либо там администрации президент, но это подспудно так, думает вот так, как этот автор. И этот автор транслирует часть государственного взгляда на ту или иную проблему. Видите здесь, какая ловушка? И поверьте мне, вот та тоталитарная журналистская система, которая выстроена в Украине, она именно так это преподносит украинскому народу. Они не говорят, тот или иной автор в Беларуси сказал и высказал так про каждого украинца. То есть они берут наши слова, перевирают их и внушают украинцам, что здесь, в Беларуси, украинцев ненавидят. А это ведет к возгонке агрессии и насилия, это ведет к новым провокациям на украинско-белорусской границе со стороны Украины, когда простые украинцы начинают участвовать в диверсиях, провокациях, чего раньше не было. Это были единичные случаи, а сейчас, к сожалению, такое происходит. Поэтому президент больше даже не как глава государства, а как реально государственный деятель обращается к журналистам и призывает их к нашей традиционной внутренней культуре журналистики. И это же не в первый раз он обращает на это внимание, потому что я помню встречу новогоднюю с журналистами, там тоже было сказано, нам нужно пройти по тонкому льду, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Узбавить немножко градус и не переходить на обобщение. Хотя вот здесь и в Союз журналистов, поверьте, десятки обращений идут по поводу наших коллег, которые ведут эмоциональную авторскую публицистику, и на них люди действительно обращают внимание. Это их тревожит, кто-то хвалит, кто-то ругает. Но смотрите здесь, в чем еще проблема. Ведь абсолютное большинство наших ярких звезд, авторов лично побывали, допустим, в зоне конфликта в Украине. Вот как мне, как председателю Союз журналистов, я не беру, может быть, у Ивана Михайловича, Александра Александровича Осенко, Марата Сергеевича Маркова, Дмитрия Александровича Жука. Есть какие-то другие слова. Но как я могу сказать какому-нибудь автору, блестящему нашему, который видел разорванные тела детей на Донбассе, сожженных людей, школы, частные дома, видел эти натовские маркировки на снарядах, которые били по остановкам, по общественному транспорту, по администрации в Луганске, убивали женщин, стариков. Вот с каких позиций я могу прийти и сказать им сбавить градус? Убери эмоции, да. Да, вот как я могу это сделать? Поэтому президент, вы же обратите внимание, как тонко, как деликатно обратился в первую очередь к руководителям крупнейших редакций и СМИ и обратился напрямую. Вот почему еще такой формат очень удачный? Ведь в этом зале сидели как раз те самые звезды авторской журналистики белорусской. Обратился и к ним напрямую. Найдите в себе силы, возможности, вот включите этот критический, холодный рацио, несмотря на всю эту боль, кровь, которую вы видели своими глазами, но, пожалуйста, не переносите, не умножайте печали. Вот практически для меня по-библейски прозвучало. Не умножайте печали там, где нужно выйти, и президент об этом тоже подробно говорил, на мирный договор, мирное соглашение, мир устойчивый, которому с первого дня призывала Беларусь, и в интересах которого, в интересах мира, работала. И продолжает это делать. И продолжает работать. Есть над чем подумать. Каждый мой станц, как вы верно заметили, прервемся ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал. Скажи, не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи, не молчи», и сегодня у нас в гостях генеральный директор информационного агентства «Минск новости», председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Андрей Евгеньевич, еще одно заявление от главы государства, прозвучавшее на медиафоруме, хотелось бы с вами обсудить. Не замалчивать проблемы. Агентство «Минск новости», которое вы возглавляете, довольно часто поднимает в своих публикациях проблемные темы, самые бытовые, скажем, жалобы на питьевую воду в лошадце, ремонт дорог, вопросы по отселению частного сектора. Безусловно. ЖКХ на первом месте, строительство, транспорт, медицина, все. Но я хочу сказать, что это не только часть нашей журналистской работы, это еще и часть нашей прямой коммуникации с нашим учредителем. Но, понимаете, официальные комментарии администрации районов, да, и вы уже упоминали указ, согласно которому нужно отвечать. Вот эти комментарии выглядят, ну, как отписки, цитата. «Вопросы решаются в установленном порядке, в строгом соответствии с законом». Но такие ответы только раздражают людей. Ну, здесь не профессиональная работа журналиста, скорее всего, моего, посмотрю обязательно, потому что чаще всего вопросы решаются по существу. Мало того, у нас есть несколько рубрик, где главы районных администраций, ответственные специалисты ЖКХ, медицины, управлений, служб Мингородсполкома в прямом эфире отвечают на вопросы граждан. У нас есть практика. Как только у нас в редакции собирается там 5-7 критических, острых, проблемных вопросов, допустим, к тому или иному району города Минска, мы приглашаем главу района в один из наших форматов. Допустим, последний пример, глава Ленинского района был, мы пригласили его в формат депутатского клуба. Сидят сенаторы, депутатский клуб, депутаты палаты представителей от города Минска и депутаты Минского городского совета депутатов. И мы пригласили главу Ленинского района. Он участвовал в общей дискуссии, а потом ответил на тот десяток вопросов, критических, самых проблемных, самых острых, которые волнуют жителей Ленинского района. Эта практика у нас сработает. Дальше. У нас главы районов, опять те же самые, приходят в прямой эфир вечернего политического канала. И в рамках прямого эфира, а это и радио, и социальные сети, и до ТикТока, Телеграма мы доносим потом эти ответы, и, естественно, публикуем в вечернем Минске на 105 тысяч минчан. Это прямая аудитория, более 100 тысяч у нас тираж. Он отвечает на те же самые проблемные критические вопросы. Глава администрации. Либо руководитель там комитета. Вот был недавно комитет здравоохранения. Слушайте, там миллионные просмотры. Потому что он отвечал в том числе на самые проблемные, даже не для города Минска только, а для страны вопрос, там нехватка узких специалистов, протезирование, состояние нашего поликлинического звена, когда, где, какая поликлиника станет на капитальный ремонт либо модернизацию, терапевтические службы, частные клиники. То есть вот пришел глава комитета, и на все эти вопросы в прямом эфире ответил. У нас выстроена политика так с нашим учредителем, Минским городским исполнительным комитетом, что сам наш учредитель заказывает нам и помогает осуществлять рейды. А все журналисты в стране знают, что во время рейдов журналистских мы поднимаем самые проблемные, самые болезненные, что бы мы ни мониторили. Цены в магазинах или ассортимент. Допустим, вот одна из последних тем, как оформляют свои входные группы наши частные государственные предприятия, организации. Понимаете, Минск тратит колоссальные ресурсы и усилия на то, чтобы наши центральные проспекты, улицы, государственные там учреждения были украшены там цветами. Летние кафе вели один стиль. А какой-нибудь богатый банк или какая-нибудь та же там частная клиника решила, а мне это не надо. Я вот хочу просто зарабатывать деньги. А как выглядит мое здание, входная группа, мне, честно говоря, наплевать. Нет, мои журналисты пойдут в рейд и будут смотреть вместе с нашим учредителем, как это сделано. Или вот последний рейд, который мы делали вместе с Минским городским исполнительным комитетом, он негласный. То есть журналисты не представляются, они идут в эти рейды как обычные горожане. Как работает система школьных и межшкольных стадионов в интересах минчан? Может быть, тоже для кого-то это станет новостью, но есть поручение председателя Мингородсполкома, ну, по сути, мэра города Минска, Владимира Евгеньевича Кухарева, о том, что школьные и межшкольные стадионы, на которые город Минск, наш бюджет, республиканский в том числе, наши программы инвестиционные, вложили колоссальные деньги, инвестировали, чтобы создать там теннисные корты, легкоатлетические манежи и площадки, тяжелоатлетические, как любят их называть, воркауты, экстремальные виды спорта. Вложили в это колоссальные деньги. На базе школ и межшкольные стадионы сделали. Но почему в вечернее время, когда в школе закончились занятия, их закрывают на ключ и выключают свет? В целях сохранности оборудования. Это одна. Потом, что еще говорят в системе образования нашего? Придут, значит, какие-то алкаши, будут там распивать. Хорошо, говорит мэр. Вот вам камеры. Вот вам усиленная охрана, когда сторож дежурит, смотрит в эти мониторы, видит в режиме реального времени, что происходит на стадионе. Откройте для простых минчан, которые, вернувшись с работы, поужинав, хотят выйти со своим ребенком на ближайший школьный и межшкольный стадион и позаниматься семейным спортом. Мячик в кольцо побросать баскетбольное. Показать своим детям там зимой, допустим, как ходить на лыжах. Там же все это сделано. Или как играть в хоккей. Но это вечером, там с семи, допустим, зимой, до двадцати трех. Мало того, городская власть бесплатно свет организует, бесплатно для учреждений образования. Вот мы провели такой рейд. Скажу, что он уже состоял из трех частей. Раз в два месяца. Это примерно под 80 сотрудников агентства Минск новостей. Это не только журналисты. Это и технические службы, и я лично, и мои заместители. В общем, все, кто умеет держать в руках фотоаппарат, сотовый телефон, гаджет там с хорошей камерой. Мы отправляемся в рейды. Мы проверяем, открыты, не открыты. Горит свет. Андрей Ильич, а можно статистику? Сколько из десяти открыто? Ну, хочу сказать, что если во время первого рейда были большие проблемы, и примерно там больше, чем у половины таких межшкольных стадионов либо был выключен свет, либо была закрыта калитка, и доступ был закрыт. Или, допустим, открыт на стадион, а вот там, где дорогое оборудование стоит, даже баскетбольная площадка с искусственным покрытием, там закрыто. Там, значит, сетки, и все закрыто. Если первый рейд, который мы делали еще зимой, показал, что примерно у половины таких объектов есть проблемы, либо, допустим, нет информационной таблички. Но вот как простым жителям узнать, что можно прийти вечером с детьми? Можно или не можно? Я бы честно говоря... Или у кого-то спросить. А спросит ли у тебя паспорт? Тот же хранитель этих ключей из стадионов. То, значит, весной ситуация была уже гораздо лучше. Треть примерно было проблемных. Сейчас информационные таблички есть везде. Мало того, ввели даже специальное расписание, приглашение. И уже школьные преподаватели физкультуры работают как инструкторы, потому что людей стало столько, что их нужно уже организовывать. Ну, здорово. Вот. И, ну, все равно остаются проблемы. Понимаете? Это живой процесс. И где-то не хватает осветительных матчей. В одном школьном стадионе сделали осветительный матч, это классный свет. В другом пока, к сожалению, только свет от школы, который бьет, или там вот беговые дорожки на стадионе. А для игровых видов спорта, там для футбола, ну, не хватает света. Ну, понятно, не хватает. Сейчас летом еще чуть получше, но у нас заход солнца. Слушайте, к 22 часам приближается. Мало какие родители там в 23 или позже выйдут играть с детьми. Поэтому летом еще много проблем с освещением сняты. Но поручение нашего учредителя на основе реальных журналистских рейдов и мониторингов довести до совершенства эту систему, чтобы к осени, когда начнет темнеть раньше, и тем более к зиме, когда захотят позаниматься родители с детьми и зимними видами спорта, все это обработало в идеале. Вы имеете отношение к прекрасному фестивалю Евразия ДОК. И вот совсем недавно прочла у вас во всех соцсетях, что стартовал прием заявок. Фестиваль пройдет с 30 сентября по 4 октября. 4 октября. Минске, Смоленске. Сначала в Смоленске, потом традиционно в Минске. И здесь пройдут и основные у нас в Минске круглые столы, площадки обсуждения, форумы, мастер-классы известных документалистов. Здесь мы традиционно на базе кинотеатра «Беларусь» будем показывать лучшую документалистику. Открою секрет, работы уже начали приходить. И почему я так активизировал сбор работ в Беларуси? Потому что начали приходить работы из Вьетнама, из Китая, из Польши, из стран Западной Европы. Я не знаю, пройдут ли они в короткую программу или нет. То есть люди не боятся, да? Потому что это оценит жюри. Нет, не боятся. А белорусских работ пока как-то маловато. Я смотрю на результаты прошлого года, где, точнее позапрошлого, мы в прошлом году, к сожалению, не провели фестиваль, ну, специальная военная операция. Все понятно, очень серьезные проблемы решили наши российские коллеги, не мы. В этом году фестиваль действительно пройдет. Но я смотрю по опыту прошлых фестивалей, и Беларусь всегда была на втором месте по количеству поданных работ и по количеству работ, которые вошли потом, сильных работ, лучших работ, в финальную программу, то есть в финальную тридцатку. То есть мы обычно получаем там 300-250 фильмов из разных стран мира, и 30 из них лучших показываем в Смоленске и Минске. Вот у нас финальная программа. А потом лучшие из лучших победителей мы еще возим по регионам Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, то есть на пространстве СНГ, и делаем такие постфестивальные показы, дискуссии, обсуждения. Тоже с авторами, с экспертами. Интересна там тема государственных переворотов в Кыргызстане, допустим. Нам коллеги из Кыргызстана говорят, а привезите нам вот такой фильм. Или в Казахстане, интересно, или в Узбекистане. Малоизученная тема, допустим, Узбекистан, фильм «Матанат», узбекские солдаты, ребята, которые участвовали в Великой Отечественной войне, герои наши, которые необычно для нацистов выглядели, и которых пленных солдат возили в клетках, показывали, смотрите, какие недочеловеки против нас воюют в целях как раз нацистской пропаганды. История, которая замалчивалась в советское время, историю, которую великолепно сняли узбекские документалисты, привезли на фестиваль, фильм получил заслуженную награду, и мы потом его возили по регионам, показывали, что и такое было, как геноцид белорусского и шире советского народа. Поэтому, пользуясь случаем, призываю... Ваш месседж, это белорусы, пора присоединять. Белорусских коллег, телевизионщиков, которые снимают великолепную документалку, наших старших товарищей, там, Беларусь, фильм, студия документального кино, индивидуальных создателей, авторов, которые создают документалистику, молодых начинающих авторов. У нас есть специальный конкурс «Евразия. Док. Четыре минуты». Присылайте, пожалуйста, свои работы, заявляйтесь, не откладывайте это на лето, потому что летом, во-первых, много работ могут прислать наши коллеги, ваши конкуренты, значит, на фестиваль, и у жюри, и у отборочного секретариата просто замылится глаз. И он скажет, а это нам уже присылали. Это мы уже видели. И прислали из Турции, допустим, или из Вьетнама. Работа по борьбе с колониализмом, с империализмом. Великолепная там работа есть, знаю просто у вьетнамских коллег, смотрел, будучи в Вьетнаме, эту документалистику современную, которая для них важна, которая, вот как для нас геноцид, для них борьба с этим колониализмом составляет суть их менталитета, их мироощущения. У них и сериалы стали на эту тему. Поэтому, коллеги, белорусские документалисты, журналисты, присылайте раньше свои работы. Присылайте лучшие работы, которые вот телевершину получили, это телеканал «Мир», которые отмечены другими важными нашими, или не отмечены. Или вы новый, молодой, начинающий звезда авторской журналистики, вы решили снять свой авторский манифест, заявить свою позицию. Сделайте это в рамках 4 минут короткого лаконичного формата, присылайте «Евразия.док» 4 минуты, можно загуглить, или «Евразия.филм», очень простой сайт. Прислали туда свою работу, и мы дадим вам еще одну дополнительную площадку, где вы сможете манифестировать свою позицию. А мы ненадолго прервемся, после небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Подписывайтесь пока на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». А все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире «Снова скажи, не молчи» и наш гость сегодня – генеральный директор информационного агентства Минск Новости Андрей Кривошеев. Самая читаемая тема – выходные, раз мы уж сегодня потрошим ваш портал. Была такая – «Менчане и гости города проводят весело время в парке Челюскистов». Действительно, это был топ ваших статей. Вот как вы думаете, о чем эта информация говорит? Рейтинг, я имею в виду. Просто это полезная информация. И да, накануне выходных именно такая информация набирает максимум. Полезная – куда сходить в нашей любимой столице бесплатно? Допустим, огромное количество молодых людей, сейчас вот у школьников закончатся, экзамены, тесты. Вот у них и у их родителей возникнет вопрос, куда сходить с пользой. У нас открывается, открылся уже музыкально-туристический сезон. Эти новости в топе. Значит, в парк Челюскинцев, понятно, просто любимая зона отдыха. Хотя по одной дополнительной там экотропе, зеленой зоне, зоне отдыха, открывается в городе Минске, вот будет открыто еще по одной к третьему июля, а в целом по две зоны в год еще к дню рождения столицы откроется. В каждом районе столицы появляется вот таких любимых, экологических, милых мест, куда сходить. Мы об этом тоже пишем, это тоже очень рейтинговый. Цены на комаровки. Ну, перед выходными минчан волнует. Такие житейские заботы. Цены на комаровки. Вопросы медицины иногда вот взлетают, набирают действительно десятки тысяч, а иногда, если подключается там ТикТок волна и все эти порталы, миллионы просмотров, это вот вопросы здоровья там корь, да, вакцины, когда завезут, в каких будет, как записаться. Или там великолепный проект, который, кстати, запустила Наталья Ивановна Качанова, ранний скрининг рака гортани, ну, онкология, на базе стоматологических клиник Мински, вот тоже. Или сейчас одна из таких тоже рейтинговых тем, где отключат и когда воду горячую. Это каждое лето. Это просто топ. Ну, это каждый сезон у нас. Ну, с другой стороны, на то мы и коммунальные СМИ, близкое, региональное, близкое к нашим горожанам, чтобы писать в том числе об этом, мы даже ввели практику такую, поскольку «Вечерний Минск» такая самая тиражная газета в столице, повторюсь, тираж более 100 тысяч, 105 почти, то мы центральные развороты или близко к центру газеты, именно вот развороты наглядные посвящаем там, куда сходить, что посмотреть, где расположены экотропы, где исторические, значит, веломаршруты или с использованием средств индивидуальной мобильности можно проехать. А что вы увидите, даже такое начали делать, подсмотрели у наших коллег в Москве, какие достопримечательности можно увидеть там из окна троллейбуса номер 53, один из самых длинных маршрутов, оказывается, вот для минчан тоже это важно, они потом обращают внимание, селфи, где можно выйти и что посмотреть. Ну, это точно бесплатно или по цене талончика экскурсия? Точно бесплатно. Ну, а параллельно мы читаем и другие материалы, Да, ну, то есть то, что мы видим, что люди интересуются, куда сходить, какие цены, главное, что они интересуются местами прилета, да, то есть вот этого. Это же показатель, да, вы абсолютно правы, это же еще и показатель мирного развития, мирной жизни, которая иногда воспринимается как данность, как воздух, ну, есть и есть, безопасно ходить, безопасно ребенка отпустить, да, безопасно, организован отдых, и еще, знаете, и минчане, и в целом это в природе, в характере белорусов, еще вот и поворчат. Вот там организовали бесплатно, вот, допустим, недавно совсем была у нас китайская, китайская чайная церемония, вообще праздник китайской культуры возле ратуши. Целый день там и ярмарка, и выставка, и каллиграфия, и китайская лапша, и китайские чаи, и китайское искусство на сцене. Но китайских актеров не так много, артистов, которые там выставляют, поэтому их так смикшировали с белорусской национальной традиционной культурой. На мой взгляд, задумка классная. И там же много китайцев пришло посетить. И вот, значит, ну, я гуляю с семьей и слышу от минчан, которые посетили, а вот что, вот-вот, китайская культура, а где она? Тут, значит, китайская ярмарка, китайская лапша, а со сцены белорусская, мы белорусская слышим 10 раз, а дайте, а мы пришли специально, и у нас полчаса, чтобы послушать именно китайский ансамбль, посмотреть великолепных китайских, ну, и такое вот ворчание. Ну, хочется сказать, здесь для тебя все бесплатно, только приходи, слушай, ну, удели не полчаса времени, может быть, ты как раз пришел в эти полчаса, когда была пересменка и звучали белорусские артисты, но приди ты в полчаса те, когда именно китайские артисты, дожди с этой получасовой, значит, сцены, когда будут китайские наши коллеги-товарищи выступать, но это есть. Но, к сожалению... Но с другой стороны, еще раз подчеркну, это показатель, как президент пошутил, помните, как хорошо мы плохо жили. Вот поверьте, вот у нас тоже есть такая черта, как хорошо мы плохо жили. Ну, и не вполне осознаваемое в мирное время. И если говорить о том, что много развлекательного контента, есть и другое. Читаем параллельно материал вашего автора Кирилла Казакова об экскурсии на открытую могилу в урочище вручье. Там расстрельные ямы с останками наших сограждан, убитых фашистами в 1941 году. Кирилл выдвинул предложение оставить эти могилы открытыми, да, и вот эти останки заменить муляжами, накрыть их стеклом и, ну, вот для всеобщего доступа, чтобы память вот об этой войне была реалистичной. Вы поддерживаете его предложение? Да, поддерживаю. Ну, и пока прокуратура наша ведет как раз там следственные действия, раскопки, я считаю, что как можно больше минчан, и не только минчан, и гостей столицы, и иностранные делегации, мне кажется, нужно водить и показывать, потому что муляжи-муляжами – это да, это визуализация, это принцип любого музея, да, в том числе нашего музея истории Великой Отечественной войны. Но я вам честно скажу, как человек, который там побывал, вот когда стоишь на краю этой братской могилы, когда видишь череп матери и череп ребенка простреленный в затылок, это совсем другое. Когда вот видишь эти позы, там не то, что слезы на глаза взрослым наворачиваются, там люди сознание теряют, потому что это такая прививка от нацизма во всех его проявлениях, в том числе современного неонацизма. А с другой стороны это вот такая боль историческая, которая пронизывает изнутри любого нормального человека, белоруса, и не дает предать свою историю, своих дедов, для кого-то прадедов, для кого-то уже прапрадедов, поэтому да, я благодарен прокуратуре нашей генеральной за то, что водят, на мой взгляд, нужно водить больше, и я с первых дней, когда начались эти раскопки, говорил о том, что нужно и детей привлекать. Да, это тяжелое, да, это отложится у них, возможно, на всю жизнь у этих детей, но они должны знать, как погибали, как боролись, как сражались и чего стоила победа для их, прадедов, прабабушек. Спасибо вам, Андрей Евгеньевич, за сегодняшнюю встречу, как всегда, много интересного от вас узнали, ну, и сверлили в очередной раз, хорошего все-таки нам лета, пусть вот такой контент, который вы публикуете и называете коммунальным, и впредь будет для нас самым рейтинговым, а других и не надо. Спасибо за подогревание. Хорошего лета, Татьяна Щербина, Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся, до свидания. До свидания. А сейчас говорит Андрей Кривошеев. Главное в современной белорусской журналистике, в каком бы жанре она ни работала, от авторской до новостной, от документалистики до специальных репортажей, это правда. Президент об этом сказал, обращаясь в том числе к журналистам. Время выбрало нас с вами, журналистов, и нашу аудиторию. Ведь это обращение не только к журналистам, это обращение еще к аудитории. Включайте рациональное, включайте критический анализ, критическое осмысление. Не будьте ведомой послушной аудитории, будьте умной аудиторией, потому что время выбрало нас. Как у главного редактора, как у генерального директора, как у председателя Союза журналистов, у вас наверняка есть какой-то красивый автограф, Андрей Евгеньевич, который вы оставляете на документах. Знаете, не хочу быть, не хочу оригинальничать, что-то придумывать такого особого специального. Мне вот очень это запало, оно легло, я думаю, каждому белорусу президентское. Сейчас поймете. Прекрасно. Это лучшая характеристика и нашего времени, и нас в этом времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин